Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для Всех. В этом видео мы с вами рассмотрим очень красивую и энергичную партию выдающегося американского гроссмейстера Хикару Накамуре, которую он сыграл в довольно молодом возрасте в далеком 2003 году. Его соперником был гроссмейстер из Белоруссии, впоследствии переехавший в Америку, Геннадий Сагальчик. В этой партии Хикару Накамура в критический момент поединка, ведя атаку на короля соперника, очень красиво пожертвовал ферзя. Д4 сыграл Сагальчик, конь Ф6, конь С3. Конечно, так тоже можно играть, но в основном стараются не закрывать ферзевым конем путь пешки С. Д5 играет Накамура, слон Ж5, Е6, Е4, слон Б4 и мы с перестановкой ходов получили контратаку Маккетчена, французской защиты. Конечно, в этой позиции наиболее амбициозным и объективно сильнейшим ходом за белых является продвижение пешки на Е5, но Сагальчик избирает более крепкая конь Ж2, ДЕ, А3, слон Е7. Меняется на Ф6 и конь Е4, Ф5, конь 4, С3, С6. В результате невнятной дебютной игры своего соперника Накамура получил пару перспективных слонов и в дальнейшем реализует стандартный для таких позиций план развития на ферзевом фланге. Ж3 играет Сагальчик, Б6, слон Ж2, слон Б7 и тут белые совершают серьезную неточность. Нужно было сыграть конь Ф4, держа поле Д3 свободным. После конь Д7, ферзь Е2, конь Ф6, 3, 0, белые переводят коня на Е5, как было в одной из партий Жужи Полгар, игравшей белыми в 1997 году. Но Сагальчик на Д3 ставит ферзя и отнимает это поле у коня. Конь Д7, конь Д1, ферзь С7. С4 играют белые, 3, 0 и конь С3. Король Б8, стандартная профилактика, ферзь С2, слон Д6 и в этом положении белым лучше было сразу сделать длинную рокировку, но Сагальчик пытается придать позиции более закрытый, стабильный характер и играет Ф4. Этот ход ведет к ослаблению пешки Ж3 и подсказывает на Камуре дальнейший план игры. Он ставит пешку на Х5, хочет продвинуть ее на Х4. Поэтому Сагальчик решает поставить свою пешку на Х4, блокируя черную пешку Х, но, конечно, еще больше ослабляя пешку Ж3. Впрочем, он надеется ее надежно защищать своим конем, расположенным на Е2. Конь Ф6 играют черные, появились новые опорные пункты для черного коня, 3-0 и С5. Сейчас был возможен размен белопольных слонов, но Сагальчик решает все-таки перекрыть диагональ ходом Д5, ладья ХЕ8. Белые кони, расположенные на вертикали Е, очень неустойчивы, поэтому Конь С3 играют белые, угрожая ходом Конь Б5. А6, ладья ХЕ1, ладья Ж8 и Конь Ф1. Вот так приходится белым защищать свою слабую пешку, но Накамура все равно забирает эту пешку ладьей. Эта жертва качества дает черным очень опасную инициативу. Конь бьет Ж3, двойной удар. Как мы видим, белые, в отличие от своего соперника, не успели сделать профилактический ход королем. Теперь уже приходится отходить на Б1, Слон бьет Ж3, ладья Е8 и Слон С8. Ладья Д3, нападая на слона, и тот не забирает пешку, а отходит на Е5. Конь А4, играют белые, король А7, ладья Б3. Белые нашли объект атаки на ферзевом фланге, но черные спокойно его защищают ходом Конь Д7, Слон Ф3, ладья Ж8 и взятие на Х5. Накамура забирает центральную пешку и после СД играет Б5, нападая на коня. Тот отходит на С3, С4. В этой позиции меньшим из зол для белых был ход ладья Б4, хотя и в этом случае, играя Ф4, черные сохраняли большой перевес. Но Сагальчик решил поймать Накамуру на тактике и забрал ладьей на Б5. Конечно, брать ладью плохо, будет вилка и теряется ферзь. Ну а что же на слон бьет С3? Брать слона не хочется, ладья теряется просто так. Но Д6 играют белые и после взятия забирают на Ф5. Получается вот такая очень интересная позиция, в которой у белых ладья против двух легких фигур соперника. Этой тактической операцией Сагальчик хотел запутать игру, но в конце концов запутался сам. Накамура дает шаг ладья Ж1, а после король А2 показывает, кто здесь король тактики. Он забирает ферзем на А3. Очень неожиданная жертва ферзя, которая, скорее всего, была осуществлена во взаимном цейтноте. Выбор здесь у белых невелик. Ферзя нужно брать. Если побить его королем, то будет мат ладья А1. Поэтому Сагальчик взял ферзя пешкой. Впрочем, и в этой ситуации ход ладья А1 оказался матом. Вот такая замечательная концовка прекрасно проведенной Накамурой партии. Пожертвовав качество, он прочно захватил инициативу и впоследствии легко отразил попытки соперника замутить воду с помощью тактических операций. В конце концов, комбинационное оружие Хикару Накамуры оказалось значительно острее. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.